привет моя первая сотня подписчиков а также зрители youtube каналу белого дома очередная распаковочка пришел пакетик за 24 дня я так подозреваю здесь вай фай репитер хотя конкретно здесь что-то какая-то петля управление полетом сумма совпадает 14 долларов 89 центов да я заказывал вай фай репитер на ebay пришел пакет за 24 дня трек номера не было пришел с белорусским трек номером внутри по моему коробка да это она есть или он и есть держается в розетку типа тройничка картонная коробка довольно таки плотная вай фай и транслятор изготовлен в китае и здесь на тыльной стороне коробки представлены его технические характеристики на трех языках португальском испанском английском вот на английском если кому-то интересно комплект поставки представлен на боковой грани коробки значит у нас здесь должен быть непосредственно сам вай фай ретранслятор вот он далее ржи 45 кабель пачкорд длиной порядка метра и мануалка здесь вот такой яркий цветной буклетик только на английском языке значит данный вай фай ретранслятор может быть представлен в двух корпусах и в двух цветовых решениях вот такой корпус как вот этот черно-белый или чисто белый и вот такой вот корпус белый или использование съемной вилки позволяет крепить подключать ретранслятор к розетке переменного тока как в горизонтальной ориентации так и вертикальной ориентации что очень удобно на передней глянцевой пластиковой грани вай фай ретранслятор расположена кнопка режима впс а также светодиоды для индикации включение питания режима вай фай сети режима впс индикатор индикатор план левой боковой грани расположен разъем проводной сети lan и кнопочка reset сброса для сброса настроек вай фай репитера необходимо эту кнопочку держать в течение 10 секунд пока не засветится светодиод впс серийный номер мак адрес по моему и пин указан сделано в китае настройка данного репитера в двух его режимах подробно изложена вот этом буклете настройка осуществляется также с помощью любым подключением или через lan сеть проводную или беспроводную вай фай сеть но однозначно для этого необходимо его подключить первонаперво сетевую вилку подать питание при подаче питания у нас загорелся зеленый светодиод после этого можно подключать или через вай фай или с помощью ethernet кабеля покажу как сделать с помощью кабеля подключаем сетевую карту ноутбука нажимаем левую кнопку мышки переходим центр управления сетями и общим доступом создаем новое подключение и далее это он и есть необходимо ввести пин-код пин-код указан на наклейке которая имеется на боковой грани вай фай репитера мы сюда его вносим 347 20 660 на этой наклейке также указан мак адрес серийный номер это что изготовлен в китае далее ключ безопасности предлагает его распечатать основные сетевые параметры закрыть после этого мы открываем браузер и после этого мы вводим сюда айпи адрес вай фай репитера 192 168 10 1 но все через точку нажимаем вот так предлагает от начальная страница значит необходимо ввести логин админ пароль также админ и можно работать в четырех языках английский испанский португальский китайский по умолчанию английский начальном заводском состоянии вай фай репитер включен в режим точки доступа и пи для того чтобы перейти в режим репит необходимо нажать эту кнопочку вот она окрашивается зеленый цвет и здесь предлагает нам несколько используемых уже точек доступа вай фай которая находится в ближайшем так сказать окружении моя . непосредственно с маршрутизатора мы его берем выбираем бейнлов можно ее переименовать что-то подобное только добавим репитер пароль тот который необходим для подключения к точке доступа ну к не подключения маршрутизатору или роутеру проверяем какой у нас здесь язык указан английским подключаемся принимаем и наш вай фай репитер подключается уже к роутеру установленного роутеру статусные данные значит режим работы сейчас вот репитер точка доступа бейнлов подключенная и протокол безопасности в по 2 характеристики эти параметры можно менять в этом в красном ярлычке если мы перейдем сюда определенные какие-то параметры безопасности можно вот здесь вот в менеджменте поменять ну это указан здесь ip адрес протокол dhcp выключен mac адрес версия так базовые настройки значит наша точка вновь создаваемая точка доступа будет бейнлов репитер протокол безопасности выбираем vpa2 здесь повторяем наш пароль нажимаем принять так после этого мы все закрываем отключаем кабель патч корт от вай фай репитера все можно его переносить и подключать любой розетки ближайшие к тому месту где необходимо нам качественная вай фай связь после настройки мы переподключаемся сейчас еще раз подключаемся к новому к новой точке доступа которая создает вай фай репитер здесь вводим запрашиваем пароль так мы подключились бэнлов репитер здесь можно теперь перейти на любой сайт и пользоваться интернетом пожалуйста все работает итак измерим скорость обмена данными подключившись по вай фай к точке бейнлов это точку выдает они непосредственно роутер то есть мы подключились по вай фай на прямую к роутеру будет заблужден как Так, получили пинг 5 миллисекунд, скорость получения 10 мегабит в секунду и скорость передачи 5 мегабит в секунду. Теперь мы меняем точку подключения по Wi-Fi. Подключаемся к Wi-Fi точке, выдаваемой Wi-Fi репитером. Итак, показываю, я подключился, да, bin love repeater. Проверить снова. Для информации репитер я подключился где-то между ноутбуком и роутером, но я имею ввиду по расстоянию. То есть он находится ближе, чем роутер к ноутбуку. Ну, данные получились приблизительно одинаковые. Итак, подведем итоги. В принципе, вещь рабочая, все исправно, свои функции она выполняет. Функции всего две. Это или Wi-Fi точка, или Wi-Fi ретранслятор. Функции выполняются в зависимости от подключения непосредственно к роутеру, модему, маршрутизатору. Если мы подключаем с помощью патч-корда модему, мы получаем Wi-Fi точку. Если мы подключаем роутеру модема по Wi-Fi, мы получаем Wi-Fi ретранслятор. В любом случае, и там, и там, в любом режиме работы Wi-Fi ретранслятор создает свою точку доступа, к которой мы подключаемся. То есть разница такая небольшая, как для обывателя, как пользователя. Но скажу из практики, что при подключении к роутеру или модему с помощью патч-корда связь надежнее и скорость, скорость как-то, скоростные показатели выше, чем подключаться по Wi-Fi. Но использовать тот или иной режим работы, это уже, конечно, зависит от определенных условий. Отмечу также, что рабочий температурный режим этого ретранслятора несколько высок, он реально греется. На этом обзор заканчиваю. Желаю вам, чтобы связь ваша была надежная и качественная. Ссылка на Wi-Fi репитер будет размещена в описании под видео. Подписывайтесь на канал и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok